Вы слушаете канал жаж.клаб. История возникновения. Бирюза в Мезоамерике. Бирюза была высоко ценимым материалом в Древней Мезоамерике, возможно, самым ценным из всех материалов для изготовления предметов священного и декоративного искусства, таких как маски, украшения и костюмы правителей и верховных жрецов. Бирюза была приобретена путем торговли, самая лучшая поступала с американского юго-запада. Камень также ассоциировался с божествами, такими как бог огня Сюхти Кухтли, известный как «повелитель бирюзы». Свойства и торговля бирюза – фосфат меди и алюминия, полудрагоценный камень, обычно непрозрачный на вид. Цвет бирюзы, найденный в Мезоамерике, варьируется от более темного зеленовато-голубого до более светлых оттенков, таких как небесно-голубой и аквамариновый, персидская бирюза, например, очень редко бывает зеленого оттенка. Вариации цвета камня от зеленого до синего отражают различные уровни железа или меди в камне. На изделиях обычно имеются участки с темными прожилками, вызванные оксидами железа. Бирюза – относительно мягкий камень, поэтому ее легко резать и вырезать, ее можно полировать, чтобы придать восковой блеск. К сожалению, цвет бирюзы может со временем ухудшаться, и это объясняет довольно тусклые оттенки некоторых мезоамериканских артефактов, изготовленных из этого материала, которые сохранились до настоящего времени. Бирюза ценилась из-за своей редкости, поскольку на большей части Мезоамерики ее не было, и приходилось ее импортировать через торговлю. Хотя была найдена бирюза, относящаяся к доклассическому периоду, 2-го-1-го тысячелетия до н.э., значительная региональная торговля материалом действительно началась только в ранний постклассический период, с тысячного года от начала нашей эры. Большая часть бирюзы, используемой в мезоамериканских культурах, происходила из современного штата Нью-Мексико, в частности из региона Цирелис, о чем свидетельствует химический анализ артефактов. Бирюза была доступна в Северной Мексике, но уступала по качеству камню из Нью-Мексико. Мезоамериканские товары, такие как перья экзотических птиц, продавались в обмен. Таково было значение бирюзы для региональной торговли. Маршруты из Мезоамерики на юго-запад Америки сравнивались с шелковыми путями из Китая в Европу и поэтому назывались «бирюзовым путем». Первой крупной мезоамериканской культурой, широко использовавшей бирюзу, была цивилизация тальтеков в Центральной Мексике, которая процветала между экс- и ксевиками, но она высоко ценилась другими народами, такими как майя, тарасканцы и ацтеки. Хотя бирюза в основном предназначалась для политической, религиозной и военной элиты, ее собирали в больших количествах, как показали раскопки в Касос-Грандис, он же Пакими, под руководством Чарльза Дипеза, которые обнаружили склады, заполненные драгоценным материалом. Аналогичным образом, находки складов бирюзы в Альта-Виста на северо-западе Мексики, где нет местных месторождений, показывают, что масштабы производства были довольно большими. В Альта-Виста есть свидетельство того, что руду собирали, а затем перерабатывали в небольшие готовые плитки для распространения в других частях Мезоамерики. То, что бирюза предназначалась для элиты общества, показано в могилах Альта-Висты, где она была помещена вместе с другими драгоценными материалами в богатые гробницы, что ясно указывает на принадлежность владельца к высшим эшелонам общества. Ачтекские правители включали необработанную бирюзу в список товаров, которые они получали в качестве дани от покоренных племен в пределах своей империи. Обычное использование ремесленники, способные создавать произведения искусства из таких материалов, как ракушки и бирюза, высоко ценились в мезоамериканских культурах. Например, ремесленники, которые обрабатывали бирюзу, размещались в отдельной части Королевского дворца в столице ацтеков Тиночтетлане, Татакалли или Птичий дом. Церемониальный нож ацтеков. Фото, member.worldhistory.org бирюза обычно использовалась в качестве материала для инкрустации ювелирных изделий, таких как диадемы, ожерелья, подвески. Продолжение читайте на сайте jash.club